Продолжение следует... 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 какие-то знаменательные даты, которые явились за рубежами для народа. Праздники, в принципе, локальными могут быть. То есть праздник как попытка зафиксировать время или зафиксировать себя во времени? На самом деле праздник – это как попытка напомнить. Раньше особенно это было важно, потому что люди не доедали. И поэтому наезд – это означало припомнить, что такое сытость. И в праздниках именно и ждали, чтобы поесть мясо, позволить себе наесться. Это вредно же. Это дело не в этом. Просто в сытости есть свое определенное чувство. Чувство насыщения. А, если ты Новый год проведешь сытно, то значит весь год будет хороший. Будешь всегда сытно ездить. Дело просто в том, что… Сейчас, например, люди мясо не ели, а мясо ели только в праздники. Потому что жили как деды. А ты почему ты не ешь? Ну или праздник. Он себе праздники хочет. Устально время от времени. А не слишком немало ли соли во всех салатах? Нормально. Рыбка соленая. Есть такая еще тема, что… Рыбка тоже мало соли, мне кажется. Рыбка мало соли. Рыбка мало соли. Рыбка мало соли. Соседи с вами надо же. Есть еще такая тема, чтобы зафиксировать какое-нибудь событие, надо как бы дать какой-то якорь для тела. Для тела и для сознания. Вот якорем для тела является еда. То есть, представьтесь, если в течение какого-то… В будние дни ешь как бы в обычной… Обычную пищу, а не праздничную, да? Ведь праздничная пища всегда отличается какими-то изысканиями. Обычная пища, она какая-то стандартная какая-то, неизрачная пища, просто чтобы наесться. И праздник дает возможность поставить некого рода якорь. Его якорь потом ожидают. Все ведь время циклищен, понимаете, да? И как бы… А не наоборот, кстати, мы продаем праздничность еде, а не еда праздничная. Потому что обычно ты салат ешь, каждый день можешь есть. И ничего особенного. Нет, дело сейчас в том. Но почему-то именно в праздничной… Еще раз, я пытаюсь… Пока я как бы говорю только о том, как мне кажется, в древности понимали этот процесс. Интуитивно. Конечно, сейчас уже еда не является яркой. Потому что мы в будние дни можем точно так же, а до отвала есть. Ничто не мешает этому. Но раньше, на самом деле, ресурсы были всегда ограничены. Ну, немногие люди, знатные какие-нибудь, условно цари и прочее, могли позволить себе есть все, что хотели. В массе своей люди жили достаточно в прошлом. На самом деле, я не знаю цифры, но, по-моему, современный человек в 25 раз больше есть, чем ему нужно. Понимаешь? То есть, в принципе, человек может быть в 25 раз… Ну, я имею в виду, современный соблюден еще, так? По-моему, так. Что именно в 25 раз больше. Это, по-моему, тоже. На самом деле, человек есть 2000 калорий. Ну, это что, значит, 100 калорий? Это как себе это поставить? Ерунда, конечно. Даже не блокадный Петербург. Это вообще непонятно что. Слушайте, это как непроверенная информация, но у меня вот такое что-то слышали. Нет, ну, там есть люди, которые научились от солнца питаться. Нет, может быть, это как-то в среднем как-то посчитано. Например, одни люди нормальные, а другие там… Может, в среднем потребление… Ну, ладно, по крайней мере, пили всегда что-то одинаково. Еще раз, пропили там, это тоже отдельный разговор. Ну, а нас пили не меньше, значит, и ели примерно столько же. Нет, я говорю, пропили – это отдельный разговор. Например, если посмотреть… Нет, просто эти логики подсказывают, что если пили всегда столько примерно этого хватало, то ели, наверное, столько же. Я думаю, что даже, как бы, до революции, наверное, не хуже питались, чем сейчас. Не будем брать там голосные года, а в нормальных годах и будем питаться нормально. Потому что, судя по классике… 95% этих рекордов в первом раз в жизни ели мясо в отопивании царской России. Вот так они тебе питались. Что, правда? Да. В смысле, это откуда такие данные? И в какие… Это… по Министерству обороны тогдашнего. Тогдашнего какого тут периода? Это данные где-то, по-моему, за 13-й год. За 4-й год, за 12-й. Откуда взяты эти данные? Просто спрашивали. Ну, это не важно, откуда взяты начался. Потом разберемся. У меня тоже какие-то цифры есть, откуда они взяты. Я уже не помню, куда взяты. Но сам факт состоит в том, что праздник во многом ассоциировался именно с насыщением тела. И это было важно, как бы, да. И как бы… Он очень хорошо запоминался из-за этого, да. Какой-то был якорь для тела, что вот наступит праздник, как-то и может будет насытиться. Теперь можно просто попытаться понять, что для нас является праздником сейчас. Вроде бы, для нас еда не является проблемой, да. И сакральным она… И мы не относимся к праздникам, как… Ну, скажем, многие не относятся к праздникам. Это как к каким-то событиям, связанным с сакральной историей, да. Там, с историей, там, рождения и смерти богов и прочее. Повод на пицца, не работать. Ну, это слишком… Сейчас, на самом деле, сейчас люди общаются-то мало. В основном все же, как бы, в своей семье живут. Праздник – это… В семье праздник… Праздник – это повод собраться. Не, ну, обычно гостей приглашают. Обычно 7 МС. Я думаю, это… Стас, если праздник рассматривать с точки зрения поводов, ну, конечно, так, можно поводов много каких-то найти. Просто, понимаете, повод – это, как бы, не смысл в празднике, да. Повод – повод. То есть, тебе, как бы, внешним образом назначили праздник. У тебя есть свободное время, и это повод для того, чтобы собраться. Я имею в виду, в чем для нас смысл-то является праздником. Помимо вот поводов. Дальше повод можно любой придумать. Почему бы не напиться, как бы, и тут же собрались и напиться. Вот тебе и повод. А… Или почему бы не по семинарии собрались и в семинарии. А речь идет все-таки о том, в чем… Можно ли какой-нибудь найти смысл? Ну, я вам предложил, не знаю, почему-то мне нравится. Это извечная проблема. Не, давайте, как кажется. Потребное человечество и мнение. Каждый сам. Своё мнение. Вот, давай я высказал мне. Ты как кагнуешь. Куда я пошел? Что ты там? Новый год, расскажи. Я думаю, что, скорее всего, Новый год – это как бы… Заканчивается старый Новый год. Ну, старый. Причем не Новый год. Любой праздник. А, любой праздник. Новый год – это просто… Ну, дата, которую отмечают люди. А зачем? Ну, что… Вот смотри, 8 марта. День женский. Как бы… И зачем? Как зачем? Как зачем? Ну, условно говоря, можно каждый день праздновать. А как же? Каждый день – это значит, тебе какой праздник. Нет. То есть, ты не видишь, это… То есть, как бы, смысл в чем состоит? Просто, как… Ты думаешь, что внешним образом… Нет. Какой-то день определили, да. Определили какой-то день будет. Будет праздновать. То есть, праздновать надо? Просто определили какое-то день определить. А ты не понимаешь, в чем смысл празднования как таковок? Не просто определить, но определить что-то еще. А, праздновать. Зачем праздновать? Ну, у каждого праздника свой смысл. Новый год, да? Один смысл будет. Для победы другой смысл. И потом тут есть элемент разнообразия. Вообще раньше, если честно, на Руси цари постоянно пировали. И, наверное, я думаю, что от этого пошло вот это вот праздники. Уж, наверное, люди не стали так, как цари пировать, но они, наверное, хотели им устраивать какие-то праздники. Существовали задолго до сих пор, мне кажется. Пожрать? Да, пожрать и попить. Пир, как бы, это нечто приурочиваемое к празднику. Сам праздник я должен иметь собственность, независимо от пира. Солнце-стояние, солнце-лежание. Нет, это бы раньше было. Раньше как бы был привязан к календарю. Сейчас как бы все это сдвинулось, и мы празднуем Новый год в январе, хотя бы непонятно, какой смысл, почему в январе. Ну, так почему-то и решили. Никакого смысла, да, астрономического он уже не имеет. Никакого сакрального смысла тоже нет. Астрономического это имеется? Какой смысл? Ну, как бы это время, зимнее свое состояние. Ну, как, оно уже 23-го года, 25-го года? Ну, в смысле не точно, да, не точно, конечно. Как раз этот праздник Рождества Христова, он привязан к зимнему, как это, не солнце-состоянию, а как это называется? Зимний солнце-состояние, да? Все-таки, кто выскажет мысль? В чем смысл праздника? Допустим, я еще раз говорю, не надо рисоваться обязательно к историческим. Вот каждый из нас, за счет это праздник? Вот мы собрались, да, сидим, и зачем это праздник? Мы что праздника, собственно? То, что, как бы, я закончился один год, как бы, и тем самым определился, что вот мы стали старее, да, и теперь везде будет, как говорили, тринадцатый год, и мы будем понимать, что еще один год из жизни у всех мы. В чем смысл? Вдал годовой баланс? Подытожил, так сказать, итоги года? Вот празднуешь, плюс или минус? Нет, ну, раньше еще тут такая, есть еще такая вещь, что, я говорю, что праздновали. Понимаете, вот, например, праздновать день рождения, какой смысл присутствует? Присутствует тот смысл вроде-ка, что, как здорово, что я все-таки есть, а мог бы не быть, да? Может быть, такой смысл присутствует. А какой смысл присутствует, но он будет? Ну, в любой праздник говорили еще раз, уносит разнообразие в жизни. Жизнь-то повседневная достаточно однообразная. Валь, ну, товарищи, это просто иллюзия, да? Валь, ну, товарищи, это просто иллюзия, да? Знаешь, если разнообразие, то это своего рода иллюзия. Ну, я тебе сказал, для того, чтобы подражается реальность, чтобы иногда поесть. Нет, я думаю, что... У нас, в общем, цивилизация насчитывает 10-20 тысяч лет, а за этим периодом миллионы лет как бы первобытно-общинного строя, и вот эта вот общинность, эта потребность, я уже говорю, просто сейчас разверну их и скажу, чтобы было более понятно. Потребность соединения и побыть как бы на какой-то миг, в какой-то маленькой общине как-то объединиться там с друзьями, с родственниками или еще с кем-то. Просто выйти на улицу там, поздравить там первого-свершого. В хороводы походить. Да, в хороводы! О! Да, да, вот это вот общинное начало, оно у нас забито сейчас. Деревня, трансовые билеты. Елочку упражнены и срубить. Сначала срубить, потом упражнить. Периодически его воспроизводить как бы, это просто подъемность. А может быть праздник это просто шабаш, ничего не делание? Гуляй, развадись! То есть ты работаешь, работаешь, работаешь. Должны быть дни, когда ты ничего не делаешь, просто шубу. Это выходной, это не праздник. Ну, выходной тоже праздник. На самом деле, если думаться, выходные это тоже праздник. Так вот просто это как бы рядовые праздники, которые случаются каждую неделю. А есть такие праздники уже годового значения? Нет, праздник он же потому и праздник, что он не только для тебя. А он как минимум еще и для твоей семьи, а может быть и для целого города… Да дело не в этом. А в чем смысл праздника как праздник? Ты пытаешься объяснить, что праздник уже понятен, что такое праздник, ты пытаешься объяснить, что еще может было бы к этому назад. У нас есть что-то общее. А откуда вообще понятие праздника? Зачем праздник? У нас разные мировоззрения, разные цели в жизни и так далее. По-разному мы что-то воспринимаем. Но есть у нас некие пункты, на которых мы едины. Вот мы, например, за столом, может быть едины, а другие люди там во дворе, где-то на улице, там другие квартиры, что они нам едины, что ли? Конечно едины. Вы выйдете сейчас на зал, тебя поздравят, напаят и накормят. Конечно. Не знаю. Легко. Вон я сейчас вышел, стоял. Машины едут друг другу. Это общинное начало. Ты говоришь, что праздник это общинное начало. Что они когда пашут землю, они охотятся на мамонта, древние люди. Толпой. Они охотятся каждый сам по себе, а празднуют они всегда вместе. Я хочу заметить, что на мамонта тоже там очень хорошо проявляется. Или на войне общинное начало. Так проявляется... Так что, майонт это праздник? И охота на мамонта это праздник? А сбор урожая? А закалка синие? Все праздник. Ну, все там. Так, оказывается, мы уже в этом гуляем. Привет там себе передают. От вас. Давай уже закрываем тему. Конечно. Туда можно добавить еще сто. В жизни человека как бы вот есть там... Валя, что это рождение, свадьбы, похороны там... Ну, это опять по этому поводу. Или не советсками, или вреду морского флота. То есть некая такая регламентация. По, 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 для того, чтобы потом на Новый год еще один праздник сделать. День через три месяца. Валя, а ты никогда не задумался, что у тебя все, о чем мы не обсуждали, в своих общения? У меня уже немножко это начало бросаться в глаза. Там что-то обсуждали, обсуждали. А что, человек, человек? Общину. Сейчас про праздник и обсуждаем опять общину. Но так же не может быть, что у нас все вопросы один и один. Нет, не все. О, а ты что думаешь? Ну, что, сладенько? Да. Поорать. То есть, это тоже. А вам почти иди не можем запустить «нать, порать». Ну, мне интересно, ведь я поддерживаю. Я поддерживаю. Держиваю. Будем. Я поддерживаю. Ты будешь, скажешь, что пожать, а ты говоришь, что поесть. Нет, я не придерживаю. Ты придерживаешься мера. Постоянно позараться. Говорят, что праздник это дужа. Да вернулась, что ли? Праздник, в первую очередь, беспредельного. Если жизнь отмерена, беспредельного. Если вы огорску риса, то праздник это как бы нечто противоположное, говорит Вова. Да. Нажнаться, то есть вести себя каким-то странным образом. Беспредельно. Перейти некую игра. Кстати, между прочим, Погнать нечто, чего-то еще не знал. Нет, ну, кстати говоря... И так пять раз в год. Нет, десять. А еще каждую пятницу. Каждую пятницу у чувака. Чувак так взял, так хлопа, так бамс. По идее, это уже не то, что-то... Нет, я не знаю, познавал мины, типа того, что-то. Нет, кстати, тут была одна правда. Что-то ритуальное-то есть, правда? Нет, кстати, не знаю, куда возникать. Если вот смотреть исторически, ведь раньше жили люди, мы сейчас достаточно с собой, а раньше жили люди вообще... Просто зажат, учитывая всякого рода условностей, родовых, там, религиозных, сословных... Да, шаг право, шаг рево, попытно вверх, кто-то расстрел. Праздник это, как бы, возможность хоть немножечко от них освободиться на время. Как вы, это самое, как называете, я на Иванок упал, а тут решается, так сказать, блуд такой сплошной. Нет, 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 это есть такой вопрос. Вот это, пожалуйста. Я и хотел сказать, что праздник, вот этот момент, да, когда... Ну, это, например, может быть, да, дионистический праздник, праздник, да, когда... Время иного. Когда раскрепощалось телесное начало, да, вот наше начало. Да не только телесное, а вообще, как бы... И позволялось многое то, что было зажато в обычное время. Да, это позволялось, потому что пожарить сильно хочется. Это на самом деле, если кто-то... Зачем пост-то? Духовно. Духовно. Да, да, да. Действительно, действительно, Люда и Володька право. Мы не можем же объединиться в быте. А вот интересно, мы можем объединиться в быте. Дионистическое начало, да? А, то есть, дионистическое начало, да? То есть, на самом деле, мы живем в неком полоническом начале в будниках, да. Будни — это полоническое начало, некое уравновешенное, такое правильное, такое заданное порядками и законами. А праздники, это вот вдруг прорывается в нас, вот это дионистическое начало, Мы позволяем ему вырваться и немножко погулять, чтобы потом опять в будни вернуться к этому распорядку, к этому космосу, упорядоченности и опять продолжать жить в этом упорядоченном космосе. Так, как стакан себя опознает? Как стакан себя опознать не может. Если вы выйдете снаружи, увидите, что он стакан, то вернутся обратно к стакану. Еще что такое? Наташа, ты чего? Так что в повседневной жизни иногда позволяет себе тоже выпить. В повседневной жизни многие люди позволяют пить. И Наташа совершенно правильно замечает. И в повседневной жизни есть место диаметическому. Но диаметическое не всегда праздник. Правда же? Да, когда ты взял, взял сам перцов пиротелевизор на ночь, нажался, пивом все это делал, забил. Забил типа того же, ну нифига не праздник. А здесь много аспектов. Нет такой вот одного черковца 13, который нужно будет в праздник. Это такое многоаспектное событие. Мне так кажется, что одно с длиной есть. Потому что, если мы посмотрим на мир повседневного, надо в первую очередь правильно характеризовать. Мы увидим, как правильно замечает Сталос, полностью детерминированность в жизни человека. В этом смысле можно сказать, что мир мыслит нами. Мир мыслит человека. На самом деле, охота на мамонта заставляет человека предпринять строгий порядок. Если он у него отступит таким образом, он умрет. Он мамонт раздавит. А в празднике мы можем снять маски? Точно так же. Наоборот. На празднике это такое место, когда мы надеваем маски. На самом деле, что такое праздник в первобычном смысле? Когда мы надеваем маску медведя, и в этой маске танцуем. Сергей Минаев, современный писатель модный, в Духлесе замечает, что приходят проститутки, одетые почему-то порядочными девушками. И порядочные девушки, одетые почему-то проститутками. Но в этом как раз и праздника состоит. Что ты надеваешь тоже какую-нибудь некоторую одежду, которая тебе прямо противоположна. Медведя, бобра, слона, порядочные девушки. Или наоборот, или проститутки. В этом смысл стоит, что ты таким образом через вот этот самый ритуал, праздничный, через карманализацию, оказываешься в некой ситуации, когда ты не мыслишь миром. Не мир мыслит такой для этого был, а праздник и ты не мыслишь миром. Вот предложение, в паразке, в карнаваре, когда мужчины переодеваются и женщины. И женщины переодеваются, мужчины. Передеваются мужчины. Их и их делаешь, здесь начинаешь мыслить мир. Мысли не нравились. А вот такое своеобразное интенсивное отношение. Такое, что ты подражаешь. Здесь скорее было бы, я был. Здесь скорее было бы познавание себя с точки зрения другого Люди становишься другим. Я ее никаким другим не становлюсь. Это безусловно подражание себе. Я хочу сама, я подражаю себе. Некому ритуалу, потому что не есть какие-то действия. Тут я должен хитрить, тут я бросить камень, тут я ударить копье. Я подражаю себе. То в маске, праздники в маске, это вот типа праздники больших масок, они святые. Карнавал, да, карнавал. Они есть, ты подражаешь подражанию. В этом смысле ты находишься в интенсивном отношении, когда ты мыслишь миром. Ты мыслишь миром. Не мир мыслить тобой, как он думал в этом, а ты мыслишь миром. В том-то и прикол состоит, что ты девочка идет на клуб. В чем ты мыслишь миром, в чем это происходит? В том, что ты подражаешь подражанию. Ты подражаешь подражанию, да. Не в том смысле, что ты его как-то им управляешь. Ты не можешь ни власти на ней. Но когда я надеваю маску медведя, у меня смысл здесь становится неким ритуальным. Мы же сидим, у нас ритуал праздника, да? Ведь праздник в своем ритуале, он еще более ритуален, чем наша собственная жизнь. И с нашей жизнью запрещено на то, что он действий, работа, женихба, белые тапочки и так далее. Потому что врачи все не отличаются праздник тоже своя есть сэкономенностью. Он отличается тем, что ритуал здесь становится ритуалом для себя. Для себя через счет. Если там, ты был в этой ритуальности, она была сокрыта от тебя, тебе казалось, что ты двигаешь за мамонтом, то эта ритуальность наположена для тебя. И на самом деле бывает, что мы просто едим. А бывает, что мы едим за столом, уставленными напитками. Ну, у нас сегодня мы по инорпийским ждем. И обычно всякими русскими там салатами и всем прочим. Горой, горой этого. В этом и как бы состоит ритуальность. Это оказывается сама для себя. Сесть внутренним за столом, строгом этом. Поднять бокалку, когда у тебя президент говорит столько-то вещей. То есть это ритуальность явная как ритуальность. Если наша охота на мамонта, добывание денег, чего-либо еще. Это в виде ритуала. Да. Ритуальность в себе, то есть это ритуальность скрыта. Мы же делаем, мы ходим на работу, делаем тоже там, грузим тачку с трублем, допустим. Это же тоже какая-то ритуальность. Но это ритуальность повседневного. Она не дана нам как для себя. А в празднике это ритуальность, когда мы надеваем на себя маску кого-либо. Приходит приятная девочка и надевает в клуб на праздник. И надевает маску проститутки. Почему? А он имеет другого способа мыслить себя, как иначе, как проститутку. Помните, делал у меня работу, где трансвестизм был в форме рефлексии. Трансвестизм и культуризм – это одно и то же. Трансвестизм и культурист, с метафизической точки зрения, это один и тот же человек. Все равно, чтобы раскачать мышцы, надеть себе вот такую штуку брони, или надевать женское белье – это как бы выходить им на улицу. Это одно и то же. Вот эта самая деятельность, что ты, здесь я иду, чуть-чуть, может быть, на шаг, может быть, ближе, на шаг дальше. То, что у тебя эта деятельность, тебе всегда нужна маска долгая, ты не можешь. В смысле, маску у самого себя. Хотя ты можешь надеть маску у самого себя. Именно, понятно, что девушке нужна маска проститутки. Именно нужна маска медведя. Именно мужчине нужна маска женщины. Точно так же. Точно так же. Они приходили в средневековый, устраивали рассказы жизни Христа, постановки всевозможные. В воскресный ход ходили точно так же. Другое дело, что ребята, которые всем этим управляли, подходит в свои функции, это дело приспособили потом. Но мы же это смотрим в форму артуальности, в форму праздника, а не только их делают. Одни сказали, был бы 23 февраля. Другие говорят, день борьбы проститута за свои права, день 8 марта, день международный женский праздник. Третьи сказали, мы теперь будем не 1 октября, а новый год праздновать надо. 31 декабря, 1 января и так далее. Это не важно. Но надо, на мой взгляд, и Стас это правильно совершенно заметил, что у нас суть стоит в том, что в канализации, то есть для себя быть не ритуалом. Вот это и есть праздник. Как вариант? Не, ну тут на самом деле просто надо услышать, что Игорь Кричев на самом деле не говорит ничего особенного. Он имеет в виду то, что мы в течение, мы в будни как бы, мы на самом деле, нами мир владеет. То есть, когда мы говорим о том, что вот, что такое будни, на самом деле, в таком деле, заведенный порядок, в котором, как бы, человек вынужден вот, совершать определенного рода действия, и из этой, или из этих действий, мы идти никуда не можем, да. То есть, в каком-то отношении, как Игорь Кричев говорит о том, что мир как бы управляет нами, но управляет в каком смысле, наверное, что? Мир мыслит мной. Да, есть. Вот эта тачка с углем, мной мыслит. Есть какие-то значения. И никуда это не делаешь. Тачка, вот туга, и вот я. Тачка есть, мне, нет. Но это и говорит о том, что мир, вот, некоторым образом упорядочен, да, вот, мы когда говорили об аполоническом начале, вот, вот, непорядоченное начало, аполоническое, да, в определенном роде заведенный порядок, да. В отличие от него, вот, это генетическое начало. Существует сам по себе. Нет, дело не в этом. А дело в том, что он противостоит этому упорядоченности, в том отношении, что он создает своего рода беспорядок. То есть это не просто беспорядок, так противоположен, а такой беспорядок, в котором мы пытаемся, на самом деле, управлять миром. Мы, конечно... Зачем нам это нужно? Ну, потому что вы почувствуете себя. Я-то как раз говорю не о генетическом, то есть совсем по-другому. То есть я-то как раз говорю о некой, явной ситуации для себя. Смотри, генетическое начало, конечно же, это точно такое же начало, в котором точно так же человек увлечет, только просто увлечет другим, да, там, страстями, там, какими-то дурными, там, эргоистическими. Да, ну, это вы тоже... Ну, это же сумма заквачивает. Да, да. Но я же, я бы не об этом говорил. Я говорю о том, что вот есть своего рода... Каким образом мы можем иллюзорно... Мы чтобы иллюзорно можем управлять своей жизнью, да, быть в иллюзии. Но я сейчас просто стою на позиции Игоря, что Игорь говорит, да. Как можно находясь в отношении к миру таким способом, что мир всегда нами управляет, в любом случае она нами управляет. Как можно почувствовать себя хозяином жизни. Как можно как бы попасть в такую иллюзию, самому себе устроить иллюзию, что побудто мы ими миром управляем. Единственный способ, когда мы вот всё это карнавализируем, да... Как на самом деле мы как бы смеёмся над тем, что мир нами управляет. То есть, когда Игорь говорит, что Подражание Подражание. Он имеется в виду, что это отношение, да... мы понимаем, что мы находимся в рабстве мира, но наше понимание выводит нас из-под этого рабства. Пусть в символической форме, но выводит. Это можно говорить, что мы подражаем не медведю, мы подражаем себе подражающему медведю. Это способ освободиться от него. Генетически мы не имеем никакого отношения, потому что ничи – это люди разного интеллектуального уровня. Подражают себе подражающему медведю. Генетическое начало само по себе понимать, может быть, не способом. Можно понимать, что это просто другое начало захваченности, когда есть два вида захваченности. А можно понимать его как противоположность тому способу, каким нами мир управляет. Противоположность источника в том, что мы некоторым образом, неупорядоченным образом, создаем иллюзию того, что мы миром управляем. Когда мы находимся в отношении к миру, мы как будто бы свободны. То есть мы, конечно же, не свободны. Или не словами мы… От того, что мы понимаем, что мы относимся к миру и что мир нами правит, мы на самом деле свободными не становимся. Мы точно так же всегда зависимы от мира. Но мы можем в этой иллюзии быть, мы можем в этой иллюзии находиться и в этот праздник, получается, это создание такого рода иллюзий для себя. Мы как бы празднуем, как будто бы не мир нами управляют, а мы управляем. Но это вот Игеря позиция, я просто пересказал ее по-другому. Правильно? Ну, все, можно выбить. Нет, еще часа. Невероятно, ты почему отличается от Коранда Санахарова? Давайте, для себя чего нет, для себя. Ну да, Володя говорит, хороший вопрос. А чем отличается для себя мирным управлять, а я управляем мирным? Я мирным не управляю, я только иллюзию создаю, праздник, как будто бы управляем. Я только могу всегда в иллюзии находиться, в управлении. Мы же всегда управлять на этом. В способе отношения. Ты знаешь, зачем это нужно, товарищи? В способе отношения. Нет, ты не принимаешь вопрос, для чего это нужно человеку. Люша, зачем это нужно? Ну, потому что человек должен почувствовать себя человеком, когда муж таким образом управляет, ты раб. Таким образом, я определяю, что дух, это способ отражения духа, правильно? Да, что дух, это пенсион. А чем отличается от того, что я беру тачку и еду? Почему я? Тут я управляю, тачкой и так далее. Это же я. Вот это у тебя будет в себе бытие духа, а тут он становится для себя. Да какая разница? Ты и там, и там, я чувствую, что я управляю миром, а не мир мной. Ну, это тебе так кажется. Нет, и там кажется так. Когда свою тачку супер толкает, ему тоже кажется, что он управляет тачкой, а не тачкой управляет. Правильно. А когда ты подражаешь подражанию, ты то же самое. Считаешь, что ты управляешь, а на самом деле подражание управляет работой. Не знаю, не знаю. Не, ну смотри, суть вопроса, ведь ты приезжаешь, чтобы толкать эту тачку, и ты все делаешь, чтобы эта тачка толкалась, да? Ну, здесь я прихожу, чтобы пить водку. Нет, послушай, в чем смысл? Смысл состоит в том, что все эти значения уже есть, а ты только просто их осуществляешь. Они уже до тебя были и всегда будут. На празднике же то же самое красивое. Нет, а на празднике мы на самом деле как бы тоже находимся в отношении, все значения точно так же есть, но они как бы вот находятся в коронавализации. То есть они как бы вот обыграны таким способом, что как будто бы это мы вот здесь инициировали, и как будто бы мы управляем все процессы. Как будто бы нету мира, нет необходимости. Почему? Я не понимаю. Ну как в рефлексии. Перевернуешь. Да, в рефлексии ты же когда осознаешь свое отношение к миру, у тебя мир уже от этого не меняется. Мир как был, так и остается детерминатой. А все равно тебе это не меняется. Ну если ты, допустим, перестаю возить тачку, стараюсь на другую работу, это тоже праздник что ли? Нет. Только тогда, когда у тебя этот знак будет, как в празднике это происходит, я мнен для себя. Ты сможешь тачку даже такой. Что значит для себя? Ты тоже тебя толкаешь. Я в этом же постоянно говорю. Я не понимаю в чем отличие так принципиально это. Вот у тебя же ситуация, она же состоит очень непростая вещь. И ты же не можешь просто тачать тачку. Позднее рано ты превратишь это дело в праздник. То есть ты станешь кочегарем сам. Вот в чем дело. В этом в этом стоит большая проблема, что мы можем быть просто аграрием, не можем просто кочегарить человеком, который таскать тачку, езичную машину. Ты станешь водителем или ты станешь кочегарем. То есть ты сам будешь себя утверждать как некого ритуала. На празднике тоже не становишься самим собой. Но это способ сознания самого себя. Это же определенного рода схема. Я понимаю. Это просто вот такая ситуация. Это большая интересная проблема. Многовица ее постоянно занимает. То есть на празднике уходят все эти условия. Что ты не можешь быть, например, ты не можешь быть просто так провинциальным врачом. Позднее рано ты превратишь ее в праздник или в карнавал. Ты заведешь пенсионерику провинциального врача, ты заведешь в тростном в рациональную врача, будешь говорить батьника как провинциальный врач. И так далее. Никого смысла это не имеет. Но идет подражание ради подражания. По той простой причине, что ты просто тролкание тачки или просто лечение больных где-то в провинции не выдерживаешь. Ты начинаешь превращать это дело для себя. И в празднике это самый простой случай. Ты одно время таскаешь тачку, а потом взял, у тебя праздник. У тебя для себя бытие форма возникло. Если было там себе бытие формы, то это для себя бытие формы. То есть ты начинаешь относиться к тачке не как к христианскому предмету, а как к понятию. Тачку рассматриваешь не как вещь, которую надо пощупать, а как некую идею. Я думаю, это совершенно не причем. Как-то не причем. Я думаю, что это совершенно не причем. Когда ты подражаешь подражанию, ты подражаешь не вещи, ты подражаешь понятию. Я даже утверждаю, что даже здесь не важно, что ты эту тачку пощупаешь. Важно, что она тебя не преследует. На самом деле нет. Как раз вот так и получается. Когда ты начинаешь отправлять ее как идею... Провинциальный врач то же самое. Тоже самое в провинции и он точно так же плохой врач там уже. Понятно. Но он уже не... Как врач физически, да? Ваня, который стал кочегаром, есть разница между... Быть кочегаром и работать кочегаром. Понятно, да? Когда ты становишься кочегаром, это и есть праздник. Нет, это как раз наоборот. Нет. Да. На самом деле я просто хотел немножко съязвить. Я сказал, что Валя на какую проблему не посмотрит, у него везде общество людей, да? На самом деле Игорь на какую проблему не посмотрит, у него везде вот эта вот непосредственная позиция объективная. Потому что ничего другого-то нет. Потому что схема одна. Ну, эта схема разработана Олегом Михайловичем. В общем, в принципе, она является просто философской схемой. И действительно, как бы просто метапевтическая некая схема, да? Что есть непосредственная позиция, да? А есть, как бы, рефлекс относительно этой непосредственности. И, собственно, вот эти две позиции Олега Михайловича и Игорь постоянно накладывают на все, что только можно наложить. И везде получают, как бы, красивые результаты. Но, если думаться, все-таки здесь есть некий уровень натяжки. То есть та же Кёва, да? Если Валя пытается усмотреть, везде некое проявление общести. То есть люди их празднуют, потому что, ну, допустим, хотят объединиться, да? Независимо от всех сословных там. Ну да, они могут объединиться в духовном, хотя бы в телесном. Да, в чём-то они объединяются, да. То есть... Ну, как бы, в пусть они объединяются там живут. Да, а бы лучше всего они объединяются, когда машин в колоннах по тысячам. Нет, просто суть вопроса состоит в том, что... Объединяются ли они там по-настоящему? Объединяются по-настоящему. Нет, нет, нет. Объединены чужой волей. Валя, Валя, давай, ты исполнишь. Так вот, суть вопрос состоит в том, что все-таки это частности. Это некие решения, но являющиеся частности. Я не думаю, что я знаю другое решение. Может быть, и тоже. Нет, давайте думать. Не могу сказать, да. Давайте думать. Прямо определённо. Предложи. Ну, я вот тут уже рассказывал, что, может, это многоаспектная вещь праздника. Которая не сводится к чему-то одному. А к чему сводится она? В этом нет подвига, Валя. Ну, это такой собирается. Сказать, как это у Лебедева, да, у него было много факторов на теорию стоимость. Да, да. Я именно это говорил, что в этом нет подвига. Подвиг есть в том, что она когда сводится к одному, например, то, что это воплощённый труд. В этом есть подвиг. А то, что она многофакторная, подвига нет. За шею не правильно. Не предполагай, что это вот такой карнавал для себя патиофом. Вот в этом есть подвиг, на мой взгляд. Ну, тут ещё можно, конечно, вспомнить. Давайте попробуем заглянуть в самое начало. Вообще, как праздники появились-то вообще? Ну, вот как я рассказал. Кто-нибудь знает, какие интересы? Ну, вот я и рассказал, что тот, кто мамонтк, это такой у нас. Они же привязаны. Это вот есть замечательные циклические. Господа, программа может видеть, нет? Да к чему они были привязаны, эти праздники? К календарию циклическому привязаны. Ну, непонятно, к чему они привязаны. К чему они привязаны? Времен год. Мамонта запаривались на Толбаве, вот и праздник. То есть, наоборот. Ну, может быть, они всё-таки были привязаны к религиям? Как-то там, захоронениям? Ну, покажено своё. Есть вам это фрелая линия? Ну, культу, культу. Может быть, эти времена поймать. Я хотел, чтобы мы поняли праздники, исходя из нашей позиции. Ну, как, наверное, там были древности, там много версий есть. Это неинтересно. Как вы это понимаете? Вот мы с ним, типа праздновали. У меня вот есть знакомые, они работают в офисе. Мы же поймём начало, может быть, мы и дальше. На субботу мы с Песеем. Скажем, у них вечеринка в стиле 70-х. Они с ними надевают костюмы в стиле 70-х. Что они понимают? Я не знаю. Они делают. Вечеринка в стиле 70-х 19 века. Они тоже надевают девочки платье, что-то ещё. И что там изображать. Что делают, не знаю. И то же самое, как тот же самый офисный клерк, то же самое охотник на мамонта. То же самое. Ровно никакой разницы. Ну, Игорь, ну давай представим, что мы отменяем все праздники. Да, люди будут сами. Не-не, подожди. Что у нас вот тут будет общего тогда? Но общего, такого добровольного как бы. Да ты опять к общественности говоришь. Не армию. Уже обсуждали его про общественности. Он придумает. Придумает. Ты смотри, на что Игорь Педалют? Он говорит о том, на самом деле, что есть в празднике нечто необычное. Люди нарушают некие условности. То есть одеваются, может быть иначе. Как бы совершают поступки какие-нибудь. Игорь Педалют? Да. Игорь Педалют. Многие праздники связаны как-то, допустим, с нечистой силой. Почему-то, да? То есть вот есть, как бы считается, что именно в празднике нечистая сила может вот вторгнуться в нашу. Да. Потому что для себя бытие другая есть форма конечного мышления и немытия. Форма немытия значит нечистая сила. А то есть там праздник всех святых, там много праздников таких, которые именно связаны с нечистой силой. Это так. Действительно. Для себя бытие есть форма немытия. А праздник он вообще-то добровольный? Это принудительный? Ну, по-настоящему праздник добровольный, конечно. Можно других заставить праздновать. Валя, ты опять же, я понимаю, к чему ты говоришь принудительный. Вот, в государстве есть праздник. А ты можешь праздновать, а можешь не праздновать. Это все понятно, что в нашей сейчас ситуации… Там не вправо кто-то пишет, а вот такой-то такой-то… Не поправо. Ну про свинителя и голову они не празднуют. Я спрашиваю. У них свои праздники есть? У них, по-моему, вообще праздник? Есть. У них свои ведерозные праздники. Есть, да? Но они Новый год не празднули. Новый год. Они вообще народы. Люди, у которых нет праздников. Интересно. А ваххаммиты они даже похоронами не празднуют. Нет, меча. что у наших с тобой в отверстиях есть очень много общего подражать подражание добровольно побыть даже не самим собой как бы самим собой насколько только возможно в этом зарегламентированном обществе когда ты подражаешь подражание не ставится другим какая-то свобода самим собой это да но это такая свобода которая личная твоя ты конечно для на такое же состояние будет как у женщины пройдешься мужчиной мужчины придешься женщина это будет одно и то же состояние они это делают на мой взгляд не для того чтобы получить объединение между собой не делают это сами для каждого сентября можно другую версию другую версию и это это может интерпретация того почему одевают маски причем переодеваются другие одежды может быть как раз ищет о том чтобы побывать и стать другим ты всю жизнь являешься в обычной жизни самим собой я правда и говорю что либо ты вот на параде опознает он становится рюмкой и познает стакан ну ммм вращает просто стакан ощутить себя в шкуре зверей ощутить себя в шкуре и женщины и мужчины и прочих в качестве коммунистов ощути себя в шкуре скомарок от заря и прочих элликс то есть в патрики на самом деле позволяете мы выходим из себя да позволено дурашивать позволено как бы некая вольность если ты сейчас начнешь плясать там кричать и махать руками никто не подумает что ты сумасшедший потому что это праздник позволено другое из себя позволено на самом деле любое любое из себя любое действие вот есть некая вольность в обычное время вызвали бы милицию в милицию, забрали и увезли бы тебя, а ты сейчас можешь орать, никто не прибежит и не скажет, что ты орёшка, можешь клопушку, можешь подойти к человеку на улице и поздравить её с праздником, он не станет на тебя обращать внимание как на сумасшедшего, это как бы нормально. То есть дело не в объединении, а дело в том, что в своей жизни обычной, которой ты зажат в рамках какой-то своей индивидуальности, ты можешь вдруг выпрыгнуть а почему-то там и празднуем все одновременно, а не устраиваем каждый праздник. А потому что как иначе тогда обеспечить тот факт, что... И вы вешаешь табличку на грудь, у меня праздник. Ну и правильно. Нет, так слушай, в чём суть это вопрос состоит? Вопрос состоит в том, чтобы другие тоже понимали, что сейчас возможно всё, что сейчас можно... Вот, например, в Европе там есть такие праздники, где можно стёкла бить у магазинов, там даже полицейских за это не ловят, можно, условно говоря, там срать на улице, где попало, там заниматься чем угодно, то есть буквально есть такой... Есть такой момент, да, вот в праздниках там у вас... Не, не, есть такой момент, они позволяют себе, например, всякое. И это вот один раз в году такую возможность. То есть, условно говоря, должен быть в году хотя бы один день, да, тогда можно было позволить себе вот разлузысть там, ну там полон, ну конечно не доходя ещё там уже через крат до убийства, хотя в древности, например, генетические праздники, ну, доходилось даже до убийства, то есть, эрганистическая толпа нашла, и если встречала кого-то, кто не праздновал, они могли его разорвать. Да. Потому что он в общности, он не со всеми. Может быть, тогда тут и то, и другое присутствует? С одной стороны добыть из себя... То есть, для праздника нужно наличие не только себя, а ещё и других. Да. То есть, потому что, действительно, достаточно по-другому бы это всё сформировалось. Не было бы общих праздников, а были бы индивидуальные праздники. Индивидуальные? Что? Чего же это? А он пытается уйти из себя. Всё, будет махать руками, там, станцует на столе. Он играет роль этого самого, видеорежиссёра какого-то. Так ещё, в итоге, что мы решили-то? Какие ещё есть вести? Так надо праздновать или не надо? Да нет, вот не получается всё равно. Просто нет. Если верить Игорю, на самом деле, то мы в другие моменты рефлектировать не можем. Слушай, интерпретации хорошие, но не убедительные. Нет, дело не в этом. Дело в том, что Игорь пытается это метафизическое обвлечение непосредственности и рефлектированности наложить на такие вещи и увидеть здесь якобы какое-то объяснение. На самом деле, если думать, мы в обычной жизни точно так же рефлектируем, и обычная жизнь нам ничем не мешает рефлексировать. И поэтому, как бы, выделять в этом отношении праздники, ну, так не получается, не склеивается одно к другим. Конечно, мы можем так объяснять, но на самом деле… Не, мы просто и в обычной жизни же мы рефлектируем так. Может, не так получается, что мы, как какие-то овцы, идем на закладки. И рефлектируем несколько раз в году. Такого же не бывает, да? Поэтому у Игоря объяснение красивое, но немножко чувствуется в нем какая-то недоработка. Я бы сказал, на самом деле, это немножко все-таки… Игорь, мы пришли к выводу, что мы рефлектируем не несколько раз в год, а постоянно как-то. Поэтому мое объяснение не актуальное, как бы. Ну, мы рефлектируем вот так. Игорь так рефлектирует, вот так. Игорь, взял, пожал. А в основном идет правильный коже. Игорь, я робот. На регламентах. Так вот, если тебе вдуматься, как будто ты просто предлагаешь другое объяснение тех же самых феноменов. Оно состоит в том, что человек, наоборот, хочет стать другим, не самим собой. Потому что самим собой он ежедневно, каждый день, и рефлектирует, он вполне так. Он от себя устает. Ну, сколько можно жить самим собой? Ну, как Бахтин думал. Да. Ему хочется быть другим. Да. Вот он надевает маски. Вот так Бахтин думал. Рядится в платья, какие-то там карнамальные наряды, всякого рода. Чтобы на самом деле почувствовать широту возможностей. Как бы, знаешь, он рядится ведь не только в наряды, он рядится и в поступки. Он может почувствовать себя царем и вести себя как царь. Например, как в сумасшедшем или как петрушке, орать. Ну да. Главное выйти из себя. То есть главное, чтобы познать себя. Да. То есть точка зрения состоит в том, что я навязчивость нигде не влоз. Да. Постоянно. Чтобы избавиться. То есть праздник имеет чисто психотерапевтическое действие. И тогда получается, что в праздник мы не одеваем маску. А в праздник одевая маску, мы на самом деле эту общественную маску с себя снимаем. Да. Именно так. Ну, Игорь говорит, что я навязчивость. Ну да. Ты знаешь, некая постоянная ситуация навязчивости. Мы променулись еще. Да мы только одеваем маску. Не, подожди. Мы пока высказываем возможные вещи. На самом деле мы никогда не узнаем, как на самом деле. Мы просто высказываем вещи. Если мы что-то такое придумываем, что невозможно будет уже опровергнуть. Вот я, можно сказать, действительно, если с Лаканом мы согласимся, что я – это невроз. То действительно, на праздник это некие акты психотерапии, избавления от некой навязчивости. Когда второе я бьет вверх. Отдаем, мы ему отдаем. Нет, нет. Никакое ли второе я. Когда просто избавляемся от некой навязчивости. Почему это делают одни, передеваясь в культуристы, другие передеваются в женщину, это непонятно. Почему это именно так? А может быть, действительно? Может они переодеваются не просто там, действительно, ты пап, это у меня. У вас очень хотелось вносить женское белье. Ответы я. А четвертый, пятый. А? А третий я. У нас их два. Мы полушали два. Ну, мы обсуждали, почему два в сознании. У нас их три. В основном два. Ну, достаточно. 2 достаточно. То есть, вот такое психотерапевтическое действие. Это вот как бы еще одно исполкование. А какие еще? Давайте подумаем. Какие еще есть версии? Видишь, Валя, а ты по поводу общинности, ты на самом деле прав. Потому что никто же трансвестит, который надевает себе женское белье, как на праздник, да? И там это. Люди же сомневаются все вместе. Он же надевает, обязательно выходит гулять на улицу. Вам никто его не осудит, потому что праздник. Понимаешь? Что он может проявить себя, и никто не скажет. И пальцы не покажут, потому что праздник, все позволено. То есть, как бы это получается? Вот какой-то, какой-то... Я тоже... Не каждый сам с собой вообще пушкой и маской празднует все каждый в хате. Они собрались вместе и пошли. Да? Кто-то мастер-лис, кто-то мастер-медведя, а кто-то просто сватил. Нужен мир другой. Нужен мир другой. Нужен просто один. Да. Почему-то это не происходит в одиночку. Просто знаете... Это, конечно, достаточно сказать у меня опять на старых дорожках. Мы не можем объединиться. Мы не можем объединиться. Вдруги как бы, да? Мы не можем. Вот мы, кстати, пробовали, не получали. И вот в праздник, как бы, да? Выходя из себя, мы как бы произвольно пытаемся как-то объединиться. Добровольно, произвольно. Насколько это возможно? Ну, даже праздники у нас отрегламентированы, да? Ну, просто в праздник у нас... А потому что мы не умеем праздновать. Мы на подключились. Это праздник. В праздник, это как бы, у нас больше свободы для объединения. Нет. Чуть-чуть больше. Знаешь, я что думаю? То есть, если, допустим, в обычный день, да, там, директор фирмы, там, и, там, рабочий, там, как бы, ну, совершенно несообщающие сосуды, да, то в праздник, там, директор может, там, выметь вместе с работником. Да. Праздник называется, что день самоуправления. Кто-то надевает костюм географичей, кто-то директора. Праздник. День самоуправления в лагере называется. Нет. Тут еще, знаешь, какой факт, что, как Игорь говорит про второй я, мы даже в праздники боимся ему отдать управление. В общем, почему вот сейчас мы сидим и... Да. Сука такая, да. Потому что мы вот этого не можем раскачать себя. Да. Потому что не праздник. А это... А это еще ситуация, она ведь состоит. Да. Ну, обращай внимание просто. Вот это лакантская ситуация, что праздник, ну, разумеется, что праздник, это... Попытка избавиться от я, как от некой навязчивости. Вот этого самого невоза, да? Ведь что... Ну, реально, понимаешь, вот ты правильно говоришь, набиваются, там вот, выходит из себя и так далее, и так далее, чтобы пытаться как-то по-новому объединиться, но как не получается. Ну, как бы лучше. Да, ну, с одного раза праздника можно объединиться. Ну, иначе, иначе, я уже говорил, иначе праздник был бы индивидуальный. Просто вешаешь все табличку, у меня праздник. Ты идешь, там, танцуешь, пляжешь, ходишь, голый. Ну, такое же бывает. У человека праздник 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 праздник. Ну, они праздник праздник праздник. А он все равно собирает друзей. Нет, это понятно. Такое бывает и у наиболее продвинутых людей. Такое бывает и в одиночку, конечно. По алкаши ты имеешь в виду? Ну, продвинутые люди. Нет, не обязательно. Алкаш, он просто алкаш. Почему там расширенное сознание? Я хочу заметить, что как бы лакановская концепция, то есть праздники, как избавление от я, как некой навязчивости, борьбы с ним, да, термические термические действия, оказывается то, к чему они обретаются, когда... Ты же говоришь только половину. Ты говоришь, что в праздник мы выходим из себя. А дальше ты говоришь такое пустое слово, что это там психотерапия. Даже ничего не говори. У нас есть какая-то потребность. Ну да, есть потребность. Как это не говорить-то? Ну что? Ну что, у нас потребность в лечении, что ли? Да. Потому что я это не волос. Что такое невроз? А? Что такое невроз? Невроз? Это какая навязчивость? Ну что такое навязчивость? Ты сам говоришь, уйди из себя, это ты постоянно самим собой. Мы это вопрос когда-то обсуждали, когда говорили о лакаре. Не может быть болезнен, тут какая-то есть глубокая должна быть потребность? Глубокая. В воздухе, в еде. Глубокая. Он же рассказывал, как таким образом образуется это. Я же про невроз это много рассказывал. И в первую очередь, конечно, о привлечении горшков. Да? Контролирование своих всяких уродов идти. Привлечение горшков по лакаре. Какую задачу мы на празднике решаем? Мы изглавление от себя, от я, от невиноведчивости. Вот это самого невроза. Значит, если я у нас конститурует приучение горшков, грубо говоря, может быть что угодно. У каждого человека индивидуально. Приучение горшков это у всех. У каждого человека индивидуально. То есть праздник, когда вопрос не я. Да. И в этом смысле я уже третий раз, когда подхожу к этому вопросу, меня Ваня себя распрывает. И в этом смысле, как раз праздник является геонистической стихией. Да. Ну это же не правда. Нет же такого, что в праздниках я уже совсем не... Тогда бы цель любого праздника вот именно была бы как геонистические праздники. Но у нас же нет. Ну вот мне тоже кажется. Поэтому я эту позицию наговицына и не разделяю. Давайте так, что все-таки мы пытаемся бить все. Наверное праздники могут быть разные. То есть помимо всего прочего, как бы есть две разные позиции. Одна лакановская, а вторая в смысле, ну скажем, наговицына, да? Моя. Да. В смысле наговицына. Лакановская ситуация состоит в том, что мы пребываем всегда в рефлексии. Мы пребываем в неком состоянии, которое является состоянием невроза и ситуации нашего Я. Вот постоянно в нем. Для нас наше Я является некой формой навещивости. Всегда. Мы от нем никуда не сбежим, не можем справиться и так далее. А в праздники, когда мы от него при помощи потребления, в первую очередь всевозможное психотропное действие, алкоголя, там еще чего-либо, объедание. Степа, давайте вот просто праздник, это же праздный день. Да. Да? Может быть смысл-то вообще простой вообще. Когда это будет? Вот есть праздный день, и в этот праздный день люди занимаются тем, чем действительно хочется заниматься. Ну, Валя, это этот, да, мы все-таки пытаемся философствовать. Во все другие дни ты занят разными делами, долгами общественными. Вообще, это точно так же праздный день. Дело в том, что, допустим, ты можешь заниматься… Нет, ну просто у нас сейчас праздных дней много, цивилизация уже достаточно разная. Дело не в этом. А у каких-нибудь древних людей, когда эти праздники появляются, у них там очень много было работы, чтобы выжить, и как бы праздных дней было очень мало, они очень высоко ценились. А если это работа такая, что она тебе нравится? Ну, так. Как бы не нравилась эта работа, если ты всерьез работаешь, ты будешь уставать. Да это понятно. А в расписании… Не валяйте потауху. Конечно же, так можно. Тоткатишь время на стирку и готов. Так может, действительно, все просто, а не так сложно. Знаешь, Валикусик, знаешь, как все просто? Бога-то уже нету, одна материя, короче, доживаешь, до смерти умираешь, и все. И все, и философия же распадаешься на то. Все просто. Зачем усложнять? Это же из-за этого разница. Я просто пытаюсь за тебя с другой стороны. Значит, можно задаться вопросом, а зачем нам праздные дни? Я хочу обратить внимание, что для меня, например, вот для меня лично, Денисийское праздновать… Денисийское праздновать… Оно как бы… Не-не, Игорь, слышь, мы уже тут проживали в Денисийском. Еще не проживали, я сейчас хочу добавить. Такого опыта у меня, например, в последнем смысле нет. Хочу добавить сейчас. У меня нет Денисийского в этом. То есть, я… Собственно, у я, то есть, я как они гайновейчивости никогда не свободен, получается. Вон, выпей бутылку освободить. Ну, вот я же не привел, практически. Денисийское начало, оно ведь не просто начало, где отдельный человек там освобождается от самого себя, а на самом деле… Я думаю, да. Еще связано с тем, что ты объединяешься в толпу. В толпу, конечно. А дальше нельзя. Я же многократно говорил, что то самое второе я отвечает за некую невербальную форму коммуникации. А сакральность это истолковывается тем способом, что в свое время еще он генетически называется. То есть, Денис был титанами разорван на кусочки маленькие, да, и из этих кусочков появились люди. И когда люди вот так вот, отказываясь от самого себя, да, объединяются в толпу, они тем самым восстанавливают в виде толпы, да, вот единое тело этого разорванного Дениса. Ну, это тот же самый миф, как вот с Христом, да, что это христиане, они скушая тело Христово как бы образуют, как это все христиане образуют, а вот одну церковь, одного Христа, точно так же в дионистическом начале, как бы люди, находясь в некотором инистовстве, да, когда они оказываются от самого себя, они объединяясь вот в этом инистовстве, образуют как будто единое тело Дениса. Это мой взгляд называется? Это мой взгляд называется дионистический. То есть, получается, здесь объединено и лакановское понимание, да, что я это не буду, и твое понимание, что все-таки это общественное начало, а вот это вот единение, оно играет большую роль. Иначе, иначе, но по-другому никак вот они в этом обществе объединяются. Нет, просто сейчас мы даем, можно, некую синтетическую решение. Как-то свободно объединяются, сколько это возможно. Смотри, не точно свободно, никакого свободного объединяются. Вот здесь точно. То есть, у тебя как раз проблема состоит, что у тебя проблематичнее является не объединение, у тебя проблематичнее является не индивидуация, индивидуальность. То есть, у тебя нормальная ситуация, это некая вот такая стихия общей общей общности, ты ими живешь, как некая навязчивая ситуация. Нет, патологии у меня нет, 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 нет. Слушай, вот как раз, между прочим, если думать, он пересказывает нишу, потому что у ниши апологическое начало, это вот принцип индивидуации, в котором мы отделены друг от друга, это действительно некого рода патология, некого рода иллюзия, покров Майи, скрывающий настоящий мир. Мы как бы живем в иллюзии некоторого упорядочения. А демистическое начало, которое плакочет под этим покромом, оно истинное начало человеческое, оно иногда проявляется, когда мы отказываемся от Я. То есть получается, что здесь ниши расстается с лаканом. Да, так а чего? Это одно и то же. А почему оно истинное демистическое начало? Оно истинное, просто оно первоначальное. Оно в основании лежит. То есть у тебя лежит в основании, а в основании лежит, понимаешь? А наше Я, оно возникает над этим, как извращение. Приручали человека к грошку? Это самая популярная вещь, чтобы раздеться. Нет, ну это просто пример. Это самая популярная вещь, вот что еще может быть? Все считают, что сильнейший трес, что-то. Теперь вот надо попытаться... Ты писала в штанишке? Есть с двумя вельсями. Вот велься на Горицыно, да? На Горицыно. И весь, и вот... Ничавакана. Какой-то мост. Потому что вот это вот у многовицыно-переходы, да, вот есть непосредственная базиция, и рефлектированная, а у Лакана, как бы наоборот, рефлектированная базиция, да, и какая-то позиция другая, непосредственная, наверное, когда объединяется, там, в неком одном и низком, там, вакханты, там, много карибантов, но мало вакхантов, я даже знаю такие высказывания. То есть, разряда, что много званых, но мало избранных. Но все эти темы религиозные, они же давно уже, они же идут все по одному шаблону, что христианские, что вот это дионетические. Все религии построены по одной и той же схеме, потому что они с фундамент один и тот же, они же базируются на неких человеческих самоощущениях. Поэтому дезинсийский опыт, я не знаю. Ну как же ты не знаешь, на дискотеке ты бывал? Ну и чего? Ну ты там чувствовал внутреннее какое-то вот такое? Ну было, да, иногда было. Ну что-то это так, по сравнению с тем. А на спорте ты бегал, у тебя было внутреннее вдохновение? Ну, это не так, это не то, но было такое? Нет, это как раз, оно как-то связано, понимаешь, с тем, что вот тело, у тела появляются какие-то новые возможности. Это вот вдохновение, даже не духовное, потому что ты же оказываешь на себя. А тут именно какое-то телесное, самое ощущение. Ну, может быть, и правда, все это на спорте. И в спорте, и в танце. В футбол уже играешь дофига. Играешь 8 часов в футболе. Мне кажется, я думаю, что просто к заменчикам нравится бегать. А у меня, оказывается, такой дезинсийский опыт был, да. Еще ты же бегаешь не один, на самом деле. Да, толпой, да. Какое же вдохновение возникает тогда? Берешься, с кем-то дерешься, с кем-то что ты говоришь. А потом, я помню, на стадион детского в табачках пришел. А вот у меня, после моего опыта, всевозможных жестких стыков, драк и всякого почвы. Слушай, очки надел, даже на интеллигента стал похожим. У вас появилось, что ли? Не, ну, а в битве действие в боении в бою, и в битве, и в стойной драйве, да. То есть, на самом деле, это проявляется достаточно, ну, скажем, часто, но оно проявляется. И что самое интересное, что вот это вот проявление, вот это вот начало, оно, на самом деле, действительно празднично. И, например, у дрейник, он опять же соцелил с оргазмом, да. Ну, то есть, телесное винище, оргазм, оргазм. То есть, выход такой, значит, оказывается, есть два смысла праздника, которые не два смысла одного, это Божие, противоположим, и мы скучающих, а просто два типа праздника. Да, смысл Наговицына и смысл Нидши, в смысле Нидши. Мысль Нидши. В смысле, в смысле, там, Вахтинан-Наговицына и смысл Нидши Нидши. Они как раз в одном не объединяются. То есть, два разных праздника. Потому что они по-другому. Вот то, что мы сегодня празднуем, мы празднуем. Дело, как бы, в воскреснем смысле Наговицын. В чем смысл Нидши? Ну да. В чем смысл Нидши? Ну да. Ну враг, если может кто-нибудь на стол залезет, то он не празднует. Это невозможно. Я поэтому бред навелтался на столе. То есть, как бы, смотрите, как это получается. Ну, смотри, давай сомать. Внутри этого... Да ладно. Слушай, Влад, что вы думаете? В этом самом... Внутри этого квазиаполонического получается, что у меня есть, смотри, фундаментальное различие. Которое, которое можно ввести в терминах как в себе форме сознания и на себя форме сознания. А ему прямо про него стоит диалисийское, которое не является. Да? Ни тем, ни другим. Он просто против этой ситуации сознания. Оно, потому что ЗО сознания. ЗО сознания находится. ЗО сознания. И причем валивали на дополнение, что очень важно здесь какой-то элемент объединения тоже важно. Ну, потому что диалисийское. Навязчивость. То есть сознание возникает. То есть сознание самой ритуальности это извращение. Да. Потому что мы попытались в этих двух позициях объединить все возможные высказывали каждую точку зрения какую-то. И в этом все объединило. Кстати, не помню, что я могу предложить третью транскрипцию этого праздника. что как бы да, там с одной стороны то есть все это объедините добавить еще одно. То есть с одной стороны надо выйти из себя. С другой стороны нужно раствориться в общем. А с третьей стороны надо куда-то двинуться и все таки. Нет, тут важно, если ты вышел из себя раствориться в общем, а где это? Вот три, получается три праздника. Кто тогда пойдет дальше? Как рассказать? Кто пойдет дальше, допустим? Кто пойдет дальше? Ты когда растворишься в общем где-то? Тебя-то не останется? В принципе же индивидуация? Нет, нет, смотри, как раз останется. А как? Ну вот христианская община. Смотри, ну сначала он вышел из себя, он стал иноком. Потом он объединился с другими. Потом они пододвинулись все вместе. Во время попалого акта с другими. Ну и подачи иноком. Нет, потому что ты думаешь объединиться можно только геонесически, а духовно никак невозможно объединиться. Валя, смотри, я согласен с тем, что, наверное, есть понятие духовное объединение. Может быть. Может быть. Но мы до него не дошли. Что праздник может быть не только геонесический, но праздник может быть и духовным. Не обязательно христианский. Да, я же про это и говорю, что к объединению поставим дорога. Она не только по работе геонесического и органистического начала. По пути, скажем, самоистязания. когда ты самую навязчивость доводишь до такой степени самостоятельно. Это все то же самое, геонесическое начало. что она, как бы, и отступает. Они там в этих органах отрезали себе там все, что было. Да, да, бытками, всем этим прочим. Это вот можно тоже. Можно, но наше, технологический век, есть более технологический проверенный способы достижения этого состояния. Нет, просто вы боитесь даже подумать о том, о чем вы говорите. Да нет, мы не боимся о том. В общем, я просто попытаюсь высказать, что вам вообще-то сказать. Дело в том, что у нас получилось как? У нас получилось, что либо есть у нас некая индивидуальная праздница, где один человек остается сам при себе. Он как бы празднует среди общей толпы, но, тем не менее, он состоится индивидуальностью. Да, либо у нас есть человек теряет индивидуальность, полностью растворяется в некой общности. становится родным. Да, и становится не то, что родным. Объединяется в некое целое такое, а Валя предлагает объединить эти два. Человек бы оставался бы самим собой, но в то же время объединился. То есть, получилось бы когда бы не получилось, потому что мы сначала все-таки выйдем сюда. Можно вот так сказать, что Валя предлагает опологический и генетический начало одновременно, чтобы объединился. то есть, одновременно было бы и сознание, то есть, в принципе, индивидуация присутствовала, и одновременно, чтобы было бы общество. То есть, существовало бы это дионетическое объединение. Одновременно. Валя веришь в то, что это возможно одновременно? Я не понял. Ну давай, расскажи. В чем смысл праздника? Что действительно сначала, по этапам нужно все это брать, действительно сначала нужно как бы выйти из себя. Для этого мы как бы в празднике некие условности одеваем эти маски, тем самым снимаем маски. С другой стороны, нужно дионистическое начало, чтобы объединиться по крайней мере со своей семьей, со своими друзьями, с какой-то общностью. Но, возможно, дальнейшее движение, не останавливаясь на этом, движется еще дальше. Как пример я привожу, христианские общины. Они проходят все эти два предшествующих пути в своих ритуалах, во всех, но они двигаются еще и дальше. А дальше, ну, у них допустим может возникнуть молитва, общая. это уже не дионистическое начало и не аполоническое, совершенно другое. То есть, у них начинается духовное объединение. Они сначала входят из себя, потом объединяются, а потом у них исходит совсем другое, как было. Ну, плод, что ли, или... Не очень понятно, какое это отношение праздниками имеют. Понятно, а что ты хочешь сказать? Какое отношение праздниками имеют? Ну, вот предлагаю третий тип праздника. Ну, а что праздник это состояние? Духовное объединение, оно же не в смысле праздника, объединились, объединились, а тут же речь идет о празднике. То есть, праздник это вещь такая, которая отличается от будней. А я настаивал, на том и продолжаю настаивать, чтобы вообще смысл и потребность добавить в вечный праздник. Да, ясно объясняю. Ну, получается, что это? И не вечный праздник, сколько можно задержаться, ведь в моменте долго не пройдет. Вечный праздник это будет опять же те же самые будники. Я уже назвался, у нас все еще что-то там. Да те же самые будники. А те же самые будники. А те, это тоже пол балл или не комбинат? Праздник всегда должен быть на фоне будники. Если нет будни, то нет и праздника. Послушай, Роман, ты в чем, что то, что сегодня считается праздником, в будущем, может быть, будни, там будут уже свои праздники? Ну, это не важно. Важно, что праздник будет меньше, чем будни существенно. Иначе будут не все-все. Если каждый день будет праздником, то праздника ведь не будет. Будут другие праздники? Да дело не в это. Ты никак не поймешь, что праздник – это контраст. Это не то событие, которое случается каждый день. А, нормально, вкусно. Иначе. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо.